добрый день всем сегодня у нас очень важный день потому что мы наконец-то едем ко дворцу мира дворец мира это очень монументальное здание украшающее гаагу и он был построен на деньги американского магната эндрю карниги для этого бизнесмен учредил специальный фонд под своим именем и первая мирная конференция прошла в 1899 году и была она создана по инициативе российского царя николая второго потому что он хотел договориться с другими государствами об ограничении вооружения конференция продолжалась целых три месяца и это положительно отразилось на различных международных договорах были приняты не только три международных конвенции но и создана система международного арбитража правительство нидерландов передала фонду парк это в то время была окраина гааки потом фонд создал жюри из голландских архитекторов и провел конкурс проектов дворца и победил француз луи карданье здание построено из гранита песчаника и красного кирпича сочетает в себе романский готический и византийский стили а слева находится часовая башня с курантами высотой 80 метров находящиеся внутри деревянные скульптуры витражи мозаика гобелены и предметы искусства полученные в дар от государств отражает разнообразие мировых культур в 2002 году перед дворцом мира зажгли вечный огонь огонь мира на памятнике надпись пусть все существа обретут мир с 2004 года памятник окружен дорогой мира во которая состоит из 196 крупных и мелких камней символизирующих 196 стран некоторые из этих камней уникальные они включают например кусок камня от берлинской стены и камень с острова робин где нельсон мандела был заключен в тюрьму течение многих лет я искала камушек моей родины и нашла под номером 143 камушек круглый большой большой по сравнению с другими но я не знаю что за сорт камня если кто знает скажите пожалуйста с другой стороны находится дерево мира это символическое дерево хотя она растет и цветет белыми табличками где каждый может написать свое пожелание мира для мира и затем наш путь снова лежал к центру города а точнее к мэрии это огромное белоснежное здание с библиотекой и двумя офисами в народе называется ледяной дворец во дворе обнаружили вот такой скамью напоминающая автостраду здесь несколько фотографий с городской скульптурой здесь встретились две эпохи и совсем чуть-чуть торговый район магазин рестинг за яркую мозаику на фасаде народ называют коробкой для конфет эта цепочка нидерландских магазинов одежды самый большой пассаж голландии это галерея магазинчиков под стеклянной крыши где приятно укрыться в плохую погоду он позволяет сделать удачные переходы с одной улице на другую и внутри кроме магазинов много кафе о чем расскажет вам этот монумент о том что это район чиновников их узнают по ботинкам посмотрите какие красные подошвы шик и на сегодня все мы покидаем центр гаги